Музыка Продолжаем рассказ о целебных свойствах березы. Мы с вами подошли к березовой сережке. Они бывают мужские и женские. Мужские сережки толстые и множественные. Располагаются в верхней части березы. Женские сережки тонкие, одиночные. Располагаются несколько ниже мужских. В лечебной практике обычно используют мужские сережки. Химический состав мужских березовых сережек. В них обнаружены эфирное масло, дубильные вещества, алкалоиды. Они защищают растения от внешних воздействий, в том числе и от паразитов, в том числе и от микропаразитов. Грибков, бактерий и, я думаю, даже от вирусов. Флавоноиды. Они уменьшают проницаемость и ломкость капилляров, тормозят свертывание крови и повышают эластичность сосудов, что так важно в наше время. Жирные кислоты и кумарины. Кумарины стимулируют центральную нервную систему, подавляют микроорганизмы. Грибки оказывают противоопухолевое действие. Кстати, я не зря рассказывал, что такое кумарины, что такое алкалоиды, флавоноиды. Потому что современная медицина так вот просто это все повываливала. И неподготовленному человеку трудно разобраться, а что ж это такое. Мне самому интересно, поэтому я и стараюсь разобраться во всем. Не просто так что-то рассказал и сам не понимаешь, о чем ты говоришь. Сбор березовых сережек. Заготавливают березовые сережки до того, как они начинают менять цвет зеленого на буры. Для приготовления водочного настоя берут здоровые, неповрежденные, вредительные сережки. Чтобы не улетучились целебные вещества, водочную настойку из березовых сережек рекомендуют приготовить сразу же после их сбора. Действие. Оказывают выраженное действие на сердце и желудочно-кишечный тракт. Поэтому препараты на основе березовых сережек назначают при различных заболеваниях сердца, сопровождающихся отдышкой, отеками, болью, нестабильным пульсом и упадком сил. Как раз это наше время. Конец марта, начало апреля. Положительно действуют на глубину и частоту сокращений сердечной мышцы. Помогают в укреплении сердца. А нормализуя функцию сердца, препараты из березовых сережек способствуют излечению от сердечных отеков. Нормализация сердечного пульса приведет к восстановлению снабжения сердца и других органов кислородом. Проходит отдышка. Исчезают боли в сердце за счет его укрепления и повышения эластичности мышечных волокон. Положительно действуют березовые сережки и в лечении болезни желудочно-кишечного тракта. Помогают избавиться от гастрита, язвы желудка и двенадцатоперстной кишки. Как раз недавно кто-то спрашивал меня, а вот можно с помощью чего-то избавиться от язвы желудка. Вот пожалуйста, читайте, читайте, вникайте, слушайте. В конце концов, я уже вам читаю сам. При этом воспаление и боль лекарства из березовых сережек снимают очень быстро. И все потому, что способствуют быстрому восстановлению пораженных участков слизистой оболочки. Их также используют при лечении туберкулеза, экземы, фурункулов, малокровия, усталости. Лекарства из сережек березы. Для приготовления настоя из березовых сережек в стеклянную банку, банка должна быть литровой, на две трети плотно укладывают сережки. До краев банки наливают водку и плотно закрывают. Настают в темном месте три недели. Периодически встряхивая, сохраняют срок хранения год. Принимают от 20 капель до чайной ложки три раза в день за полчаса до еды. Перед приемом водочную настойку березовых почек следует развести в небольшом количестве воды. Курс лечения два месяца. Перерыв три-четыре месяца. Знатоки утверждают, что значительное улучшение в состоянии больного человека наступает через две недели приема. Не сразу. Но, тем не менее. Этот же водочный настой используют. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, малокровии, гастрите, туберкулезы и болезнях сердца. Противопоказания. Березовые сережки у некоторых людей могут вызвать острую аллергическую реакцию. В этом случае лечение ими недопустимо. Они противопоказаны при почечной недостаточности и тяжелых болезнях почек. Не рекомендуется употреблять лекарства из березовых сережек беременным и кормящим женщинам. В заключение я хочу сказать. Вы знаете, вот мне задают вопросы на канале. Просто, знаете, человек ничего не хочет ни читать, ни смотреть и так далее. Конкретно задает, вот как от язвы желудка. Или поможет это, или не поможет. Вы посмотрите, там столько уже изложено, что поможет, что не поможет. Смотрите, сейчас делать нечего. Смотрите все эти видосы, потихонечку просматривайте. Повышайте свое самообразование. Я уж не говорю о том, чтобы вы читать начали мою библиотеку. Она лежит бесплатно. Там вы найдете еще больше. Знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.